Сегодня будет еще смертельный номер, точнее уже не смертельный, потому что Андрюхи батя уже их поел, все нормально, живой, а я их тоже буду сегодня готовить и кушать. Лидовка фиолетовая, красота. Так, сегодня мы еще пожарим зонтик быстро краснеющий, даже очень хорошо видно, кажется со светом не все очень хорошо. Ну видно, что он такой, уже багровил, кажется, мы можем пожарить его целиком на сковородке, но я его буду жарить кусочками, попробуем, никогда не пробовал жарить зонтик. Сейчас его на чик-чик-чик-чик порежу и на маслочке пожарю. Сейчас подорежем и положим. Зонтик краснокраснеющий. Видно у нас срезе, сразу покраснел. Вот здесь такие прожилочки. Настет в еловых лесах, сегодня мы его ловили в елках, искали. Называется он именно зонтик быстрокраснеющий. Немножко потушится, чуть-чуть сначала. Ох, не потеть. Вот как он ужарился. Круто. И даже мухомор сир розовый. Конкретно. Очень сильно был большой зонтик, осталась маленькая куча грибочков. Не пускай еще погарится, сейчас подсолим немножко. Подсолим. Грибы соль впитывают хорошо. Еще буквально. Пахнет вкусно, кстати. Пахнет очень даже приятно. Немножко поджарится. Будем пробовать. Укладываем все это на тарелочку. Я прям не смог. Точнее, сдерживаю себя из последних сил, чтобы не попробовать. Хочется своих первых впечатлений. Потому что ни разу я не пробовал жареного зонтика. В данном случае, это зонтик быстро краснеющий. Свет, конечно, на кухне немножко не очень. Но сейчас попробуем. Ни разу не пробовал, честно, зонтика. Запах. Черт, ну приятно пахнет, однако. Ничего себе. Какая вкуснятина. Офигеть. Ого. А почему раньше он не собирал? Это просто обалдеть. Я, честно говоря, не ожидал. Огонь. Вот это да. Товарищи грибники. Зонтики? Что-то я, честно говоря, в шоке. А это, блядь, еще? Мешкой напиток. Это что-то обалденное. Реально. Честно говоря, я думал, ну, гриб и гриб как бы. Мне кажется, это даже белый покурит. Реально, честно говоря. Запах и вкус. Ничего не надо, ни лука, ничего. Охеренно. Просто охеренно. Это просто шок. Это для меня просто шок. Как так? Почему раньше никогда не ломал? Ничего себе. Огонь. Зачет. Супер-пупер. Сейчас будем пробовать другие грибочки. Следующий этап. Сегодня надо пожарить дождевики. Потому что они вообще не живут. Задрак ищут к утру. Уже они будут трупы. Поэтому нужно обязательно пожарить их сегодня. Это, конечно, дождевики другой сорт. Такие здоровенные. Обычно собираю вот такие. Это маленькие. Ну, на крайняк вот такие. Такое самое большое, что встречаются. Обычно они все вот такие. Пополам их и на сковородку. Так же самое, как и зонтики только что. Ну, это другой сорт. Но они тоже такие плотные. Тоже беленькие на срезе. Ну, вот их просто так вдоль. И на кусочки и на сковородку тоже с ними выгулялись. Вот сегодня что-то дофига их. Но собирался, честно. Может быть, сегодня, конечно, что что-то уйдет, глутит. Пока буду резать. Потому что все-таки пока доехал до вечера, они, возможно, какие-то испортились. Представляю, что они портятся очень быстро. Сейчас ножики чик-чик-чик по-чикаем и на сковородочку. Вот о чем я говорил. Буквально вот он был беленький, он дает до дома. Он стал зеленеть. Если зеленеет, то все такое же использовать нельзя. Это уже не съедобно. Очень быстро он доходит. Поэтому грибы эти можно очень-очень быстро резать. И быстро очень жарить. Чем сейчас мы и займемся. Вот этот разъезд большой. Большой конкретно уже. Блин, ну они твердые. Все были твердые еще днем. К вечеру. К сожалению, уже не портятся. Это уже не съедобно. Поэтому, скорее всего, это много чего выкинуть. Вот разрезал один. Вот он нормальный еще. Плотненький. Беренький. Так он должен выглядеть. Это другой сок. Такой серенький. У него мочко пачкается. Ну вот он какой-то прям белоснежный. Как белый. Вот пока он белый, такой можно кушать. И очень даже он будет вкусненький. Такой тверденький. Как зефир. Красота. Моя большого еще два разница. Ну прям при этом посмотрите. Он здоровенный. Ну прям как зефир белоснежный. Тут, конечно, свет теплый. Поэтому не передает полностью. Но он прям красота. Потихонеку начинает резать. Это сейчас тоже почикаю. Ой, блин, вкуснятина будет, наверное, тоже. Точнее, наверное, точно, чтобы снять. Я их уже пробовал не раз. Уверяю. Но зонтики огонь. Теперь помоем дождевички. Немножечко. К-другому никак они такие немножко. Особенно с этого коричневые. Вот с такой пленочкой. Он немножко смысл. Чуть-чуть, хотя бы. Как и вывести, любые, перед жаркой. Хотя зонтики я не ну. А любой другие грибочки от песка, от всякого мусора, от елок. Дожжевики в елках по-стоному попадаются. Сегодня, в всяком случае. Немножко помыть. И потом пожарим. Так, грибочки помыли. Теперь попробую их уместить на сковородочку. Они ужарятся в раз-разов три, как минимум тоже. Кто-нибудь вообще ужарился в хлам. Стали как мухоморы серо-розовые. А впереди сегодня мухоморы красные. Если вы ткнули это видео, то, скорее всего, заходите, посмотрите, как мы ем красные мухоморы. Так вот, сегодня будет и есть красные мухоморы. Это, конечно, процесс довольно длительный. Сейчас надо бы два затворить. Нормально поместились. Но, наверное, тоже будет вкусно. Хорошо. Сейчас накроем крышечкой. Постоянно что-то посядут. Сегодня в программе также летние опяты. Их немножко. Их отварю. И замариную. Или замороживаю варе. Уква отварные. Пробовать их не буду. И так, знаю, что они вкусненькие. Это так. Для истории. Для комплентации парта. Сегодня будет еще и опятки. Летненькие. Ой, красота. Красота. Ой, какой аромат. Как я люблю. Дождевички. Это просто нечто. Если кто не собирает дождевички, вы теряете жизнь зря. Проживаете. Очень всегда советую. Так вот я сегодня не всегда открыл зольтики. Дождевички я сюда все прибываю назад. И бруют всегда. Не важно. Какое заделано. Чисто только. Дождевички я беру всегда в один пакетик. В этом отделе. Потому что они как-то не спор объявляют. Это как-то как-то в средний друг. Это важно есть в отдельный пакетик вклад. И отдельно пожаривать. Не отваривать ничего. Просто взять и пожарить. Надо немножко вытушиться. Чуть не меньше в размере. Когда они дожали до жевательства корочки. Будет просто вкуснятина. Отсадимся сноса. Кажется, он чуть потухается. Вот здесь пилон потихонечку жарится. Осталось несколько минут. Мы берем сегодняшнюю программу. Это мухоморы красные. Естественно, все их пинают. Просто они там, где белые. Всегда. Не только. Конечно же. К сожалению, если прям супер красивых наукноте не удалось. Приехали мы на то место, где было много мухоморов. Пошли раз, но там проходила озагонная охота. Попасть мы не смогли. Просто на эту кегерю, когда пойдем завтра. А сегодня, ну, чуть есть. Вот я их сейчас чуть-чуть тоже порежу. Нет, сначала я их сварю, как есть, целиком. Потому что вот так мы дружимы. Ну вот, сварю их дважды. Вот. И на третий раз после второй парки мы пожарим. Даже как здесь. И попробуем. Дожженчики дожариваются. Мухоморы поставил отвариваться. Ветю меня варится пьяка. Все отлично. Зато себе. Ну и все. Девушки подошли. Заблю их так, чтобы они вот такие гладистенькие. Сейчас так сочечка жаришь. Гладица корочки. Вот так же, чтобы эти девички будут. Чтобы была гладица корочка. Вот такая вот. Как она появилась. Так, если бы выключать. Пережарить или тихо здесь, как бы не надо. Все. Мы готовы. Сейчас вот я на все положим. Тоже тарелочка, на которую только что я ее. Зонтики так-то выключим. Ну, зонтики. Мои любимые дождевички. Вот, кстати, по запаху. Мне тоже вот это очень ароматные грибы. На самом деле, те грибы, которые жаришь сразу, они без отваривания. Вот, первая категория, типа белые, там, не знаю. Вот, ведь может подосильники сразу жарить, довезовики. Лисички обычно сразу жарят. Хотя, лучше всего желательно отваривать. Но вот эти вот грибы, вот именно самый вот его смак, когда они без отваривания. Когда в бульон не уходит самый сок. Почему-то вот после отварки грибы теряют свой вкус. Покажи, сегодня зонтики, это вне конкуренции. Почему-то вот на удивление. Именно, даже девички, немножко еще не досолю. Хотя, смотрю, много. Вообще, грибы любят соль. Надо немножко подсолить еще. Это просто огонь. Вот такие, немножко консистенция такая, чуть резиновая. Чем-то похоже на кальмар даже. Я очень их люблю, конечно. Здесь картошечка. Вообще вот огонь. Настоятельно рекомендую, товарищи грибники, не пропускайте никакие дождевики. Потому что у меня беленькие были внутри, как зефир. Если дождички беленькие, они должны отламываться от ножки. Наглоняешься. Чик, если отломился, то хорошо. Если не отломился, то лучше не брать. А вот те, которые такие другие, коричневенькие, они плотные всегда. И они тоже как зефир. Грустнятина. За что? Красота. Ну, там сейчас маятся мухоморы. Мы пока займемся чисткой мокрух. Мухоморы красные. Мы уже отвариваем в два раза. Или в два раза. Первый раз я отварю. Это дело все. Сольем. 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 Сольем вот так. Хорошо здесь все промоем. Сольем желтенький. Стали уже. Сольем красненький. Стали желтенький. Правда, шляпки вот. Да, надо корочить. Для нормальной экспериментов стари использовать плотненькие. Потому что те превратились в кашу. Эти как были грибочки красивые, так и остались. Хорошо промыли. Теперь их можно сварить еще разочек. Чтобы все токсины, которые лось, как говорится, обожрется мухоморов и начинает, кто-то мне сказал, бросаться потом на машины, поезда, людей, еще куда-нибудь. Надо, чтобы все токсины отсюда вышли. Ну, красный мухомор уже перестал, уже красный, он стал уже желтеньким. Уже выглядит как серо-розовый. Блинненький, только классненький. Сейчас дело сюда сварится. И мы это дело тут все поджарим. Через 20 минут. Повторной отладки. Я уже показывал, когда собирал грибы. Но это было другое видео, но на река вы этого не видели. Но покажу еще раз. Вот это мокруха. Можете посмотреть в интернете, как выглядит мокруха. Это вот такой как бы гриб. У него, правда, большая ножка. Ножкой я обычно отрезаю. А мне не нужна. Ну, по мне, так это типа масленка. Только единственное, что он пластинчатый, а не трубчатый. Чисто точно так же, как масленок. Разрезаем его пополам. У него такая пленочка. Конечно, я немножко неправильно надрезал. Давайте я возьму другой. Немножко перерезал. Чуть-чуть надрезаем. И дальше с одной стороны снимаем пленочку. Раз. И с другой стороны снимаем пленочку. Это выходит у нас в мусорку. Мусорку у меня далеко. Забыл пока ее сюда подставить. Повторяем. Еще раз. Надрезаем не до конца. Надламываем. С одной стороны пленочку. Раз. С другой стороны пленочку. Два. Ну вот. Получаем готовый грибочек. На кусочки. Тык-тык-тык-тык. И подрезаем. Сейчас это дело все обработаю. И продолжим. Последняя мокруха. Уже целый тазик. Он начикатилил. Сейчас это дело все. Дочистить. Самую последнюю. Повторюсь. Она так легко снимается. Вся эта пленочка. Также можно и маслят чистить. Не обязательно там. Как бы маслят там. Тынь-тынь. Там по краешку. И пошел-пошел. Нет. Пополам. Масленка. Не до конца него чик. Развернул. Двух сторон снял. И все. Еще очень легко. И вот так вот мы ее. На кусочки. Учис. Вот такая вот. Куча мокрух. Сейчас мы это делаем все помоем. И части все-таки про пожарить. Говорят, что имя ее нужно именно только после отваривания. Но хочется попробовать все-таки ее пожарить. Какая на вкус. Без потери вкуса на отваривание. Запах. Хороший грибной запах. Мне нравится. Такую нормальненький. Какая-то, наверное, название оправдана такая мокрая, сейчас склизкая. Хуже масленка, наверное. Особенно, если гриб немножко старенький, то он вообще такой получается такой мягенький. Ну, зато будет вкусный на вкус. Ладно. Сейчас мы часть в части пожарим, а остальное буду варить. Ну, естественно, после того, как я все это делаю, помоем. Мокруха. Надо помыть, потому что все-таки видно, что вода грязненькая от них получает такая черненькая. Потому что грибочки сверху, местами даже такие черные. Ну, это как бы не совсем уже. Ну, старые грибы. Андрюха, конечно, такие не берет. Но я беру практически все, которые не будут. Хоть как-то выглядят, как грибы. Тем более в сезон. А сегодня был 7 ноября 2020 год. Вот. Прям супер-мега-красивого таких вот грибочков было не очень много. Поэтому брал, как говорится, ну, почти все подряд. Ну, совсем самый плохий, конечно, не убирал, не брал. Ну, такие вот с пятнышками, такие черныеки, как бы, решил взять. Потому что, в принципе, они еще съедобны, нормальные. Я думаю, что пойдет пожарить нормально. И поэтому такая вот, как черная такая вода. Поэтому хотя бы разочек, чтобы тепленько водички надо от тела все помыть и дело все слить. А потом уже варить или жарить. Ну, я попробую и то, и другое сегодня. Мокруг я промыл еще разочек, чтобы они такие стали более чистенькие, более беленькие, более красивенькие. Прям даже старенькие. Прямо в духу будет вообще зашибись. Поэтому примерно небольшую жменьку. Я пожарю. И так, чуть-чуть попробую. Это составлено отварил и звать положу. Это я хочу попробовать. Именно хочу пробовать, как они улюбили на жареную. Вес, подворить на фарке, чтобы они не потерялись. Вес, подворить на фарке, чтобы они не потерялись. Это мы их просто, так что оставим, что заварим. Я когда пробовал вареные, ну, как бы гриб и гриб, хочется их именно раскрыть весь вкус. А весь вкус открывается только в заднем виде. А тут махоморчики уже заварят. Осталось еще 5 минут. Время сейчас половина десятого, седьмого ноября. Потихонечку варим. Обрабатываем. Осталось еще 5-5 куточки. Смываем, чистим, режем и жарим. Ну, после того, как пожарите, здесь у нас макрушки. Так, макрушки варятся. Макрушки варятся. Немножко подхожу, совсем немножко, так нормально. Попробуем. Так, и как доставо время у нас сливаем махоморы. Потому что махоморы еще варились 20 минут. И пора, 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 пора махоморы сливать. Так, второй раз махоморы мы слили. Ну, они вообще уже на махоморы не похожи. Ой, один грибочек распался, самый вкусный. Не скажет, что махомор, что какой-то желтенький грибочек получился. Такой вот махомор был с пятнышками, красный, стал желтенький. Такой-то он упругий, два раза творился, он упругий еще. То есть собирать нужно именно вот такие грибочки. Вот он вообще не развалился, не тега. Нормальный. Хорошенечко сейчас мы это дело все помоем. Потом порежем на кусочки и поджарим. И попробуем, что же это получилось. Ну, конечно, двойная отварка пусомного уйдет. Но так сильно, как будет дело такое, мы не хотим бросаться на поездах. Так, по-су-су-су, наверное. Так и не подгорело. Расскажем сейчас с моим ходом. Ну, он шок. Такие, как они, такие, как сокли получаются. Да, они, как маслятные, да, они есть еще похожи на масляток. Ладно, то есть, жидко-фисто выкарится. И попробуем, буквально же через пару минут. Мухоморчик, мухоморчик. Порежем тебя на кусочки. Знаете, что-то сильно-то не уварился. В принципе, по размеру не сильно меньше стал. На удивление. Такой упрудненький, как кальмар. Даже вот эти вот сопли, как бы, развалятся в хлам. Как бы, нормально. Конечно, они не особо презентабельно выглядят. Ну, вот. Готово к жарке. А здесь у нас заканчивается жарко-мокру. А уже надо выключать. Выключаем. Сейчас будем жарить мухоморы. Сейчас пора. Чего-то рух на стол. Это не особо презентабельно выглядят, если честно. Жареные. Ну, хотя, типа, получается... На камеру получается черненькие. А у меня такие они, глазами, такие коричневенькие. Глазами они коричневенькие выглядят. Вот такие, да. Вот так получше будет. Сейчас попробуем их на вкус. Я жареный, их еще ни разу не пробовал. На крухе. На крухе. Ну, запах такой есть, как бы. В принципе, довольно приятно. Ну, такой, не ярко выраженный, как был на зотиках или на дождевиках. Маслята. Как я и говорил. По вкусу это маслята. Наверное, по запаху такие, скорее всего. Конечно, вкус не насыщенный. Прям мега супер-пупер. Вареные, конечно, будут еще проще. Но, в принципе... Если честно, если их добавить куда-нибудь, я вот добавляю их в какие-то другие, те же самые маслята или белые, там, или даже те же опята. Маслята. То же самое. Ну, по вкусу жареные, они гораздо вкуснее, чем вареные. Не знаю, выглядит ли завтра дно или нет. Потому что, как бы, написано, что сначала отваривать. Но очень хотелось их неиспоченный вкус. Я их очень хорошенечко пожарил так. Если что-то было, кажется, у них не очень хорошее. Надеюсь, все испортилось. А вкус остался. Есть можно. Отлично. Вполне. То есть, именно жареные макрухи, как маслята, выглядят и отлично. Зашибись. Ну, что, теперь настало время мухоморов красных. Мухоморчики. Пора и вам. Ити на сковородочку. Их просто мало. Постарайтесь их сильно не загаривать. Ну, так, до золотистой корочки хочется попробовать сделать их как. Примерно. Чтобы зелечки. Ну, вот сейчас я не скажу, что это мухоморов. Не видит тут нормальный дыр. Вполне, очень-то, это красивый. Такой, желтенький, приятный, очень-то белый, почти. Прикольно. Да, он собирается, наверное, именно такие вот. Они очень плотные. Не разваливаются. Там, где-то, 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 где-то лукоморы красные. А у которого вот эти вот такие вот шляпки, плотные, они очень красивые. Наразит, не стоит. В самом деле, получится вкусно. Хотя как, два раза варить, в самом деле, геморрой. Так, чисто так, чисто челлендж, так и попробовать квадратные хаморы. Чтобы они съедобнее. Ну, попробуем. Ладно, пусть покажается. Немножко подсолю сразу. И тут подсолим. Так вот, пусть проявился. По-моему, все равно, грибы, они все на путь одинаковые. И вот, пусть не птичьи. Тоже, конечно, мне кажется, изобретение человека. Для кого, конечно, считается, это вредная штука. Но, где ссоры, пусть и дыни раскрывают. Ну, по мне так. Я не могу, если ссорную пищу. Какая она будет вредная, если она в этом будет пустого. Жареный мухоморос. Будет очень аппетитно, если честно. Такие животистые. Такие красивые. Ладно. Уже тарелочка, что и сегодня все грибы. Пробуем. Все до кусочка. Мухомор красный. Ну, блин. Вот он два раза сваренный. У него запаха не осталось. Смысл тогда его готовить. Только как это ради челленджа. Сладкий по вкусу. Есть свой вкус. Не скажу, что прям супер-мегр такой. Но он не полностью вырылся. Шляпки, которые плоские. Вообще ни о чем. Ничего в них не осталось. Никакого вкуса. Пробуем ножку. Такие ножки вкусные. Кучее, чем шляпки, на удивление. Ножечка. Вот такой сладковатый вкус присутствует. Я не скажу, что это как бы вкус грибной. Контестенция осталась. Он такой хрустящий. Он не развалился в хлам. Но у шляпки как бы вкус как бы не очень, если честно. Ножки вкуснее почему-то. Не знаю. Ну, вообще, можно собрать мухомор. Но, но вот честно, ну, как брать не буду. Вот мухомор серо-розовый, который сжали сразу на сковородке в этой песне. А так, честно, ради интереса из получения своих витаминов каких-то. Не знаю, каких. Ну, шляпки, которые мухоморы раскрытые, вообще брать не стоит. Ну, есть можно. Если кино выйдет, значит, я и выжил. Отлично. Сейчас вот сижу, чищу коварушки дымчатые, еще их отварю. Вот там варятся коварушки. Там по столу у меня еще отмачиваются филеты в рядовке. Может, покажу. А так, как бы, дегустация мухомора закончена. В принципе, гриб съедобный. Ну, не скажу, что прям супер вкусный. Но есть можно. Так что, пятый аппетит, а всем. Предпоследний, наверное, герой сегодняшней программы это говарушка дымчатая. И в этом году тоже начал ее брать. Такой красивый, плотный, классный гриб. Ножки, конечно, отрезаю. Беру только шляпки. Можете посмотреть видео на канале у меня, как они растут в своей среде. Большие я режу до кусочки. Всегда я их отваривал. Но именно сегодня хочется их поджарить и попробовать их вкус. У них своеобразный такой запах, рома, вкус. Вообще, я почему начал брать конкретно грибной. Не горчит, не перчит. Не знаю, просто отличный, классный. И вообще, мне он очень понравился. Конечно, немножко своеобразный запах. Такой именно, как у горкушек. Не знаю, других таких репухи запаха такого не встречал. Но зато они такие, такие толстенькие, плотненькие, классненькие. Попробую сегодня что-нибудь поджарить и попробують. Ну, остальное, естественно, сварю. Буду жарить такие, которые кусочки порезанные целиковые шляпцы не портить не буду в виде такого эксперимента. Поджарю и порезанные немножко. А это кило-простойку и сварю. И варушки-говорушки дымчатые. Жарится. Ну, запах, конечно, честно говоря, вот Андрюха говорит, ему не нравится. Мне как бы нормальный. Это не особо грибной. Такой своеобразный запах. Но он довольно приятный. Даже не знаю, с чем сравнить. Запах-говорушки. Я когда в лесу грибы какие-то собираю, нюхаю, встречается время от времени запах-говорушки. Он назвал его запах-потапах-говорушки-дымчатые. Говорушка-дымчатая жарима. Без затваривания. Жарим его до заводческого состояния. Все буквально на мутку. Будем пробовать. Не знаю, правильно это я делаю. Сегодня уже стоп-от его съем. И домтик был. Потом были мухоморы, воружки. эти самые такие смоколые. Сейчас будет несколько шучек. Напробу. Говорушка-дымчатая. Потом подарил фиолетовую рядовку на закуску. И пойдем надо поспать. Потому что время уже время уже поле на диннадцатом. Завтра не вставай. Кто про охоту? Вставай в шесть. Как бы. А сегодня я тоже вставал в шесть. А приехал домой опять уже в шесть. Или нет, в семь приехал. Не почти. Поэтому у меня как бы батарейки не личные. так что случится чуть-чуть и буду проводить. Говорушка-дымчатая. Уже не скажешь, что это говорушка-дымчатая. Но я думаю, что пора ее на демонстацию. Говорушка-дымчатая. Говорушка-дымчатая. Такая поджаристая, золотистая, С одной стороны. Кстати, после поджаривания запах такой, как почистить, как у дождевиков. Запах говорушки практически исчез. Зарина, кстати, немножко вкуснее, чем макруха. Исчез именно оговорочный аромат. Появился другой. Я вам скажу, что говорушка-жареная это очень даже ничего. Я бы сказал, даже что это вкусно. Отдаленно запах говорушки он присутствует. Но он очень приятный. Вкусно. Реально вкусно. Говорушку заходим по лесу. Я только в этом году начал собирать. Не знаю, почему-то не берут люди. Но это, с одной стороны, хорошо. Потому что мы приходим в лес и для нас все грибы на месте. Говорушка-жареная на месте. Но ходит, собирает белые подбережки-панасинок, а их нет. Готовить кучу рядовок. Говорушка-жареная тоже рядовка. Их не собирает, оставляет нам. А мы их собирает и будем домой. Готовим на зиму. И не только. Советую. Говорушка-жареная сила. Если, опять же, видео вышло, если я выжил, дно мне не выбило. Ну, в комментарии я точно напишу. Если дно мне не выбило, значит, все хорошо. Так что, продолжаем. Осталась рядовка фиолетовая. Попробуем. Погладаем. Пока я все это время дегустировал все возможные грибы, я потихонечку вымачиваюсь рядовочкой фиолетовая. Я здесь много. Буду варить в большом ведре. Сегодня больше всего. Завтра буду ее мариновать. Ну, вот. Естественно, сейчас ее отварю. Вот, предварительно. Когда буду отваривать, перед отваркой я немножечко вот таких вот чуть-чуть кину на сковородку и попробую без отварения пожарить и попробовать на вкус. Как это, если на самом вкусненько или невкусненько. Сейчас попробуем. Буквально немножечко совсем. Тоже кусочки. Взял крупные. Меленькие. Будем мариновать. Здесь как бы целая баня стоит. Это все будет вакуру на мариновку. Ну, попробуем. Добавляем газ потушить. Литовка фиолетовая, литовка сизая, литовка серо-голубая, литовка серовато-сиреневая. Чтобы вы еще не езжали. Будем, конечно, сделать все отваривать, дабы избежать этих последствий не очень хороших. Уже буду вакуру на 10 часов вечера для меня еще варить их целый час. Задам на охоту. Ну, надо их попробовать в жареной виде. Буквально там несколько грибочков. Такая небольшая доза. цвет у них в принципе так слегка сирененький остался, фиолетовый. Будем пробовать. Устал немножко. Прошло 4 часа. Среди начала переработки кучи грибов. Месяц дегустации. Ну, кстати, могу сказать, что жареные рядовки все примерно одинаковые. Вот говарушка была до этого тоже самое. Один в один. Заказался гриб, он немножко отвечает на говарушке свой запах. Ну, когда поджаренный уже, ну, нет, абсолютно. Прикол, жареная, она точно такая же, как говарушка, седымчатая. Это рядовка фиолетового. Даже отдаленные нотки именно говарушки на удивление. Вкусно, в принципе, да? У них орело произрастание. Сегодня мы ходили чисто по елкам, потому что нигде больше грибов не было. Такой чисто елки с омхом или елки без омха. И встречается говорушечка фиолетовая, говорушечка фиолетовая. Поэтому, в принципе, ничего не видимо. Цвет у них как бы разный. Но форма гриба, если именно взять именно веревку фиолетовую, не рядовку там сизую, а именно веревку фиолетовую, она по своему внешнему виду, если не учесть, не учитывая ее цвет, она точно такая же говорушка. По консистенции, по плотности, по размеру. То же самое. Вкус жареный фиолетовый точно такой же. Так что берите, берите, маринуйте, варите, жарьте, что хотите, делайте. Гриб вкусный. Надо брать. Всех 7 ноября. Завтра охота. Идите быстрее в лес, пока как-либо еще остались. А мы увидимся, довольно, надеюсь, скоро. Ну, как минимум, завтра на охоте. Удачи. Будьте здоровы. Продолжение следует...